Русалка Тихо здесь судьи, не высовывайся Я не прошу вас искать убийцу Тогда что? Я прошу вас найти русалку За последний год пять ограблений с промежутком в два-дри месяца И пять жертв Будешь? Ну, держи Огнестрелы всех застрелили из Макарова Ничего ценного не пропало Стой! Стой! Товарищ майор, у нас три трупа, похоже, это они При попытке задержания попали в ДТП и погибли А где ствол? Пока не нашли Там ила полтора метра Ну, чё, так и записывали Ага Пишите Пистолет не найден Сегодня сотрудникам полиции удалось извредить банку налетчиков, Уграбивших ювелирные магазины При задержании машина преступника упал в легкую танку Всех трое членов банку погибли Теперь к другим новостям Сегодня у Москвы стартовала неделя российского интервью Ежегодная конференция для ДТП Ты совсем не спала? Нет, я не могла уснуть Нужно было просто принять снотворное Да, но оно уже не помогает, ты принимала Скоро это уже все закончится? Слушаю вас Да 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 А я дам трубочку Леониду Юрьевичу Да 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 Конечно Конечно Я под… да, буду Буду Хорошо Кто это? Следователь Теперь они просят подъехать на опознание в морг Лень, держись Господи Буся, давай, нюхай, нюхай Вперед Фас Буся Так, Серег, ты бы лучше он кофе ее научил приносить Все больше пользы было бы А чего? Учится только Да, Бабкин слушает Рыков звонит Так, слушай, есть какие-нибудь новости по нашему делу? Котик, блин В морге трое налетчиков Да Так Грабанули антикварный магазин Что? Продавца застрелили из Макарова А что свидетель? Ага Одного из нападавших свидетеля познал Тот по делу Зильберта Спроси фамилию свидетеля Слушай, а фамилия свидетеля? Невинный 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 Подожди, подожди Невинный Подожди, еще про машину спроси Слушай, Лех, что там с машиной? Ага В реке? Так, понятно, понятно А фургон, ну, на котором они уехали с места преступления? Так, понятно Ух ты Ладно, я понял Все, твой должник Чего там? Фургон нашли в лесу Они бросили его за кольцом Подожди А вот эту Белову, которую в фургоне застрелили Ну, работница сотоводческой компании Так вот, ни Беловой, ни крови в фургоне не обнаружено Интересно А невинный говорит, что видел, как Белова застрелили в фургоне Ну, ни крови, ни тела нет Интересно Или не все видел Или врет Сан Саныч Сан Саныч Сан Саныч Ну, наконец-то И суток не прошло Извините, тут заперто было Заперто было Я же не знал, что вы здесь Вы должны каждые три часа обходить это здание А вы что? Ну, мы там стоим У нас ведь там пост Там стоим, вы стоите Вы стоите Извините, пожалуйста Я по вашей милости должен был всю ночь провести в клозете Извините И вас ни черта не работает Безобразие какое-то Мне нужно терпеть уже просто Не работает А? Не работает По техническим причинам лифт не работает Ну Ну Я вас уволю Ну, а я-то здесь при чем? Ну Так, двое работников вашего института Зильберт и Ланской Были убиты при ограблении Да Может быть их что-то могло объединять, не знаете? Ничего их не могло объединять У них не было ничего общего Абсолютно ничего И Зильберт занимался До христианскими культами А Ланской Антропологическими исследованиями Абсолютно ничего Понятно Значит, работа Ланского тоже никак не связана с русалкой Абсолютно никак, абсолютно К тому же Антропологи не занимаются мифологическими исследованиями Простите, что не смог вам помочь Может быть В дневнике Зильберта было что-то существенное, но он пропал Он не пропал Его украли у вас из институтских Да? Да Я так понимаю, дверь была открыта Конечно Понятно А вот еще, Вочин Олег Борисович, друг покойного Зильберта Рассказал мне, что если бы русалка существовала То Зильберту стоило опасаться не грабителей А своих коллег Особенно тех, кто построил свою карьеру На развенчании мифа о русалке Я так понимаю, он это имел в виду? Можно? Ну, я не знаю, что имел в виду Вочин об этом лучше его спросить А вот что касается Аболенского После этой книги его, его карьера действительно пошла вверх Угу Его стали приглашать за границу Дважды он ездил в Лондон с лекциями и семинарами Кстати, сейчас готовится второе издание этой книги Так, то есть получается Если русалка не миф, то на карьере Аболенского можно поставить крест Ну, во всяком случае, в Лондон его точно уже не пригласят Ну, хуже кое-что А, еще один вопрос А жена Аболенского, она как-то связана с институтом? Сейчас уже нет Раньше она была ассистенткой Аболенского Понятно Тупик Врет она все, Серега Кто? Жена Аболенского Врет и боится Что ты взял-то? А ты думаешь, смотри, на чем Аболенский карьеру сделал? На том, что развенчал миф о русалке Откуда ты думаешь, все эти гранты, поездки, признания? Пока русалка является мифом, все это у них есть Если узнают, что русалка существует, они потеряют все, Серега Подожди, ты думаешь, что Аболенский имеет отношение к убийству Зильберта? Да я уверен, что имеет И он, и жена его, и ассистент этот Да, но у Аболенского алиби он был в самолете Действительно Но жена-то не была, и ассистент, кстати, тоже В машине меня подожди Операция «Буря и натиск»? Типа того Так А вы можете объяснить, что происходит? Я уже вообще ничего не понимаю Да стойте же Так, комната вашего ассистента наверху Погодите же, ну, я его позову Нет, это нормально вообще, куда вы? Это Так Так Что вы делаете? Ух ты! Значит, здесь вы книжки редактировали? Это моя спальня, выйдите отсюда, немедленно Так, кто это сделал? Кто это сделал? Кто убил Зильберта? Кто? Кто? Вы? Ваш любовник? Ваш муж? Кто это сделал? Где русалка? Я спрашиваю, кто это сделал? Стоять и не двигаться! Я сказал стоять! Сейчас только отвинься Леня, ты где взял пистолет? А у твоего мужа в сейфе Зачем? Я услышал, что ты кричала, думал, что он вернулся Ты села? И что он тебя хочет? Почему? Ничего, ничего, тихо, я просто хотел поговорить Я сказал стоять и не двигаться Все, не двигаюсь Я сказал Все, тихо, тихо Ух ты, Макаров! Что и требовалось доказать Из этого ствола ты убил Зильберта, а? Послушайте, я все обещала Затнись! Я тебя спрашиваю Убил из этого ствола водителя, Белуха, а? Он никого не убивал, он был здесь, со мной Пошел, пошел со мной, пошел со мной Где моя машина? Где? Где моя машина? Свет, Марка, где? Где она? Где? Я не вижу никакой машины! Правильно! Потому что отсюда ни черта не видно! Мы просто дали ложные показания! Да ему пришлось это сделать! Я испугалась! Если муж узнает о нас, он убьет его! Мы не представляем, что это за человек! Нам пришлось сказать неправду! До утра Леня был в моей постели! Муж уехал в аэропорт, а мы услышали выстрел! Леня побежал вниз, вызвал полицию, все! Что? Потом нам позвонили и сказали, что мы должны приехать на опознание! Что нам оставалось? Послушайте, мне на самом деле вообще все равно, кто спит в вашей постели! Мне просто нужно знать, где русалка! Какая русалка! Вот откуда в тебе столько шерсти, а? Я не понимаю, ну вот какого черта надо было врать, что он видел, как стреляли в водителя и в Белова? Не, сказал бы просто, сидел в туалете! Вот оттуда все равно ничего не видно! Серег, да пойми, я думал, просто с перепугу растерялись и начали врать с трекороба! Понимаешь? А потом уже поздно менять показания! Дело в том, что Аболенская до смерти боится своего мужа! Я думаю, поэтому все и произошло! А я думал, ты Илюшин джентльмен! А ты прям к малознакомой даме! Прямиком в спальню! Ну да, не очень красиво, конечно, получилось! Конечно, не красиво! Там целая любовная драма! Что? Слышишь, Макар? А он правда в очках и в этом! В халате на сцену вышел! Серег, он даже очки не надел! Представляешь, может поэтому, кстати, я до сих пор жив! Так, ты мне расскажи, что мы имеем! Что мы имеем? Да ничего мы не имеем! Секретаря Аболенского опознал черной от кого! Да… Ну что, давай, иди погуляй! Слушай, ну ты поаккуратнее! Что, подружились уже? В общем, дело надо начинать с нуля! Так, у нас пять ограблений и пять трупов! Да, которые непонятно как между собой связаны! И еще Белова! Которая тоже непонятна, то ли жива, то ли нет! Да найдем ее! Вот и ищи, Сережа, ищи! Найдем Белова, выйдем на реальных грабителей и найдем русалку! Кстати, а я пока займусь жертвами ограблений! Макар, ты забыл! Белова у нас около года проработала! Говорят, вы дружили? Да нет, мы не то чтобы дружили, просто вместе с работой домой ездили часто! Вот, а… Ну я ее несколько раз в гости приглашала! А она вас? Не, она нет, она снимала комнату у какой-то бабульки, которая не разрешала гостей приглашать! Так, а Белова не местная? У нее муж откуда-то из Подмосковья! Ага, адрес не знаете? Не, она мне не говорила, они разошлись давно, он пил сильно! Ну, может быть, родственники есть? Не слышали ничего? Я знаю, что она откуда-то из Ярославской области! Из Ярославской разве? Угу! А в паспорте местопрописки Челябинска указано! А, у нее отец военный был, он там служил! Вот, а так они откуда-то из Под Ярославля, я не помню название деревни! Она туда на Пасху собиралась матери на могиле крест обновить! Но у нас весной грипп был, и она очень сильно заболела, и не поехала, и по этому поводу переживала! Что-то еще? А, нет, все, спасибо, всего доброго! До свидания! Вот папины книги, все здесь, смотрите, выбирайте! Ух ты! После убийства папы все осталось так же, я ничего не трогала! Надо же, прям с автографом! А что вы ищете? Вы меня, конечно, извините, вы, наверное, подумали, что я покупатель! Дело в том, что я занимаюсь расследованием убийства человека по фамилии Зильберт! Меня зовут Макар Илюшин, вот мое удостоверение! Никогда о таком не слышала! Понимаете, он погиб при таких же обстоятельствах, как и ваш отец! Тоже при ограблении! Скажите, вот эта фотография, это ваш отец? Да, вот он с краю! А вот это и есть тот самый Зильберт! А вы не подскажете, где сделана эта фотография? В Рыбинске, папа там был в экспедиции! Понятно! А может быть, знаете кого-нибудь еще из его друзей? Это Акимов, он работал с папой! Ага! Это Фролов! Фролов! Остальных не знаю! Фролов! Эдуард Алексеевич! Да! Понятно! Вы мне извините, у меня к вам будет еще одна просьба! Я не мог бы взять эту фотографию ненадолго! Я понимаю, как она вам дорога, но я обещаю ее вернуть под мою ответственность! Берите, конечно! Спасибо вам огромное! Спасибо! Серега! Серега, слушай, что я выяснил! Смотри! Сережа! Серег! Тихо-тихо-тихо-тихо! Ты не взял, что ли? Так, смотри, все они здесь! Туда-туда смотри! Давай, Сереж, просыпайся! Кто они? Зильберт, Ланской, Осипов, Фролов и Акимов! Пять человек, которые погибли от рук грабителей! И объединяло их следующее! Все вместе они ездили в экспедицию в Рыбинск! И через десять лет их всех кто-то поубивал! Что за экспедиция? Смотри, я целый день общался с родственниками, знакомыми! Подробностей никто не помнит, обычная штатная экспедиция по приглашению к Рыбинскому музею! Интересно, а что они в этой экспедиции нашли? Что их всех перебивали? Вдова Фролова рассказала мне, что покойный муж упоминал какую-то русалку! Все! Что конкретного? Не помнит! Неудивительно, десять лет прошло! Извини, совсем забыл! Алло! Здравствуйте! Это Илюшин! Как вы говорите, Рыбинск? Да, в Рыбинск! Нет, не припоминаю, нет! Странно! Простите, а в каком году это было? Десять лет назад! А, да-да-да-да, да! Экспедиция? Да, я помню, помню, да! Была как раз такая, да, была! Сборная экспедиция была, да, по приглашению Краевического местного музея, да! Ага! Ну, я-то вряд ли вам смогу чем-то помочь, вам лучше расспросить Олега Борисовича Вотчина! Понятно! Он как раз был в составе этой экспедиции, ездил в Рыбинск, да! Хорошо! Спасибо! Не за что, пожалуйста! До свидания! А, извините! Да, слушаю! Да, Макар! Помню, помню! Разумеется! Чего вы хотите? Да, я был в Рыбинске десять лет назад! Помню эту фотографию! Я сам снимал! Послушайте, Макар, мне сейчас не совсем удобно говорить! Мы могли бы встретиться завтра с вами утром, и я бы рассказал вам все, что вспомню! Хорошо! Договорились! Спасибо! Это по поводу моего погибшего друга! Да нет, ну что вы, не извиняйтесь! Выпейте! Нет, спасибо! Скажите, Катерина, как ваша желанница? Вы даже не представляете, как я вам благодарна! Ну, мне-то за что я ничего не сделал! Скажите, Катерин, может быть, у вас есть еще какие-нибудь желания? Вы только скажите! Ну, так что? Есть еще желания? Ну, если честно, то… Да… Есть одно очень важное… И что же это за желания? Катя, вы только скажите, и я сделаю все, что вы захотите! Простите, я не могу! Простите, я не могу! А… Ничего, она еще вернется! Вот… Э! Э! Куда свет вырубили? Серега, ты скажи, ты про Белова что-нибудь выяснил? Да не очень много! На работе она особо ни с кем не общалась! Хозяйка квартиры тоже о ней мало что может сказать! Да, кстати… Белова до самого замужества жила в деревне Омуты, Ярославской области! Ну, оттуда родом ее родители, так вот! И что самое интересное, эта деревушка находится в двадцати километрах от Рыбинска! Да! Куда наши покойные, в том числе и Зильберт, ездили в экспедицию! Нет, это конечно может быть совпадение! А может и нет! В общем так, Серег, ты поезжай завтра к Водчину, разузнай по поводу экспедиции! Он, оказывается, там тоже был, просто на фотографии его нет! А ты куда? В Рыбинск, Сереж! Доброе утро! Хмурое утро! Пивом напротив торгуют! А, я по другому поводу! Мне бы с кем-нибудь из руководства пообщаться! По какому вопросу? Меня зовут Макар Илюшин, я занимаюсь частным расследованием! У вас в две тысячи третьем году приезжала экспедиция ученых! Может быть, знаете, зачем приезжали, чем занимались? А, это тебе нужно с Аидой Степанной, с директором нашим! Только насчет пива не говори ничего, у нас с этим строго! Понял! Особенно после того, как музей ограбили! Музей ограбили? Ну да, вломились ночью! Николаевичу, это напарник мой, по голове дали! А что, украли? Ничего не украли! Как? Вообще ничего не взяли! Ну почему? Пропали командировочные отчеты! Командировочные отчеты! Аида Степановна, доброе утро! Вот тут… Здравствуй, Павлович! Гражданин интересуется по научному вопросу! Здравствуйте! Здравствуйте! Меня зовут Макар Илюшин! Я занимаюсь частным расследованием! Очень приятно! У вас в 2003 году была экспедиция ученых! Вот эти люди! Может быть, вспомните, зачем они сюда приезжали? А, ну как же помню! У них грант от министерства был! Почти месяц здесь пробыли! Сначала в городе, потом в омуты поехали! В омуты поехали? Ну да! Там же русалки! Русалки! Да! Кран был в том числе и на изучение русалок! А русалки у нас только в омутах! Это всем известно! А, ну да! Ну что ж, спасибо! Пожалуйста! Русалки! Сигнализация не была включена! Следов взлома нет! Судя по всему, убийцу впустил сам! Понятно! В затылочной области глубокая рана могла быть нанесена тупым предметом с острым краем! Понятно! Заберите его на экспертизу! Угу! Слушайте! Кто-нибудь собаку заберет отсюда? Я прошу, уберите собаку, пожалуйста! Скажите доктору, отчет нужен к вечеру! Край завтра утром! Угу! А что случилось? Так, вы у нас кто? Барышня, вы покойного знали? Да! Пройдемте! Пройдемте! Викулова Екатерина Михайловна! Паспорт можно ваш? Спасибо! Место жительства Ростовская область? Угу! Все хорошо! Не бойся! Я рядом! В Москве! Где проживаете? В соседней квартире! Регистрацию вашу можно? У меня пока нет! Я просто поступаю! У меня нет времени ее сделать! Регистрацию надо оформить! Постарайтесь на это время! Учитесь, работаете! Постарайтесь! Постарайтесь! Борисович предложил попить чаю! Мы выпили вместе чай! И я пошла домой спать! Ничего подозрительного не видели? Не слышали? Нет! Кто-то ваши слова может подтвердить? Нет! Я живу одна! Катерина Михайловна, посмотрите, пожалуйста! Может что-то пропало из комнаты? Или что-то лежит на месте? Подождите! Русалка! Русалка? Да! Она вчера лежала на столе! Русалка! А теперь ее нет! А вы уверены, что она там была? Что это за русалка? Ух ты! А, извините, добрый день! И вам доброго дня! Приезжий? Да, скажите, а что это у вас за процессия? Местное суеверие. У нас верят, что на Троице русалки на берег выходят. Вот как. А что это за рубахи? Для русалок, чтоб задобрить их. Когда будут известны результаты экспертизы? Ну, постараемся как можно быстрее. До свидания. А собаку? Что? Собаку не заберете с собой? А, ну да, вы правы, надо ее забрать, потому что она будет плакать одна. Пусть пока у меня поживет. Да, и главное, в ближайшее время не уезжайте из Москвы. Хорошо. Вы в гости к кому или по делу к нам? Вы случайно не слыхали, когда-то у вас здесь жила такая Зинаида Белова? Нет, не знаю такую. Нет. Вам к Петухову надо. Петухов участковый наш. Давайте я вам помогу. Меня, кстати, Макар зовут. Наталья. Очень приятно. Проходите, я сейчас чаю поставлю. Спасибо, Чайко. Было бы очень кстати. Остановились вы где? Пока нигде, только приехал. У нас можно. У нас часто останавливаются. Дом большой, места хватит. А летом и в бане спать можно. Спасибо. Привет, я Макар. Танюш, ты проходи в дом. Она не разговаривает у нас. Доктор говорит от испуга. Вы проходите. Проходите. Добрый день. Простите, пожалуйста, меня задержала полиция. А мы вас уже и не ждали, Викулова. А за что вы задержала полиция, если не секрет? Не за отсутствие регистрации? А это что? Это что? Это ваше? Нет, это не мое. Ой, откуда в офисе собака? Я принесла. Нет, давайте я сейчас сяду и буду рассчитывать на наш НДФЛ. А вот квартальный отчет кто будет делать? Хорошо, хорошо, я сама все сделаю. Вот и делайте, дурдом. Ой, откуда у нас собачка? Мы как раз пытаемся выяснить. Это моего соседа. Прекрасно. И поэтому вы принесли ее в офис, Викулова? Алла Борисовна, с ним случилось несчастье. Мне просто не с кем было ее оставить. И вы решили осчастливить нас. Это всего на один день. Алла, ну а что? Хорошенькая собачка. Кому она помешает? На, на, держи печеньку. Ой, укусила. А она даже с виду такая славная. Да, ну что ты наделала, а? Зачем ты укусила? Ну что за день такой? Сегодня на меня все нападают. Подожди, у меня где-то был йод. Не нужно мне никакого йода. Мне ничего не нужно. Ну? Слушай, прости, пожалуйста, Антона-то вообще не кусается. Это, видимо, у нее стресс. Таня, все нормально. Просто, просто не мой день. Просто первый день лунного затмения. Какого еще затмения? Лунного. Меня просто луна седьмым домом управляет. Поэтому все наперекосяк. Видишь, у тебя тоже все, не слава Богу. Да, это точно. Ну и что? Нужно пойти и съесть по пирожному. Тут недалеко. После работы можно пойти есть хорошая кофейня. Знаешь, я заметила, когда жизнь дрянь, нужно пойти и съесть пирожное. Это ты тоже в гороскопе вычитала? Нет. Нет, Кать. Жизненный опыт. Ну вот, твоя собака еще горшок с орхидеей разбила. Ну это совсем за гранью добра и зла. Ну я сейчас все уберу. Совсем с ума сошла. Так, дамы, дамы, что происходит? А, это ты у Викуловой спроси. Ну, собаку я перевернула, но я сейчас все быстро уберу. Давайте быстрее. Давай-давай, убирай. И поскорее, у нас клиентов полно. Таня тогда маленькая была, мы с ребятишками пошли на озеро купаться. Как раз на Троицу. А говорят, на Троице купаться нельзя. Ага. Спасибо большое. А почему нельзя? Русалку на дно утащит. А, ну да. Танюш, иди в свою комнату. Таня вроде бы все время на виду была, а потом смотрю, ее нет. Я туда-сюда слышу ребятишки кричат, Таня утонула, Таня утонула. Я в воду. Мужики прибежали, вытащили ее, она синяя вся. Я трясти ее в слезы. Тут бабка Карпова прибежала. Не знаю, как без нее вы справились. С тех пор Таня не разговаривает. Вы мне извините, конечно, я понимаю, вам, наверное, тяжело говорить. Ой, да, ничего. Жива Таня-то. А что не разговаривает, так ладно, я ее и без слов пойму. Вы ешьте, ешьте. Спасибо огромное. Я уже честно объелся. Какая интересная вещица. Кто-то из местных резал? Да, это Коля Столяр. Все, русалок резал. Вы подождите, я пойду птицу покормлю и вас к Петухову провожу. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Угу. Спасибо. Вы что-то хотели? А, да. Я хотела сказать спасибо за то, что вы разрешили оставить собаку. Да, не за что. Это ненадолго. Всего на один день. Я постараюсь ее сегодня куда-нибудь пристроить. Так что вы не переживайте, Алексей Иванович. Я и не переживаю. А еще, простите, за цветок. За какой цветок? Ну, Антонетта разбила горшок с орхидарей. Какая Антонетта? Ну, собака. Не переживайте, я завтра куплю новый. Ну, она же случайна. Догадываюсь, что не нарочно. Знаете, Катерина, у меня тоже была собака. Правда, не с таким диким именем, да, и немножко покрупнее. И она тоже никогда не била цветы нарочно. Отличный кофе варите, Катерина. Да это не я. Это же кофеварка. Ну, я пойду. Все. Распортом заниматься. Разрешите. Здрасте. Здравствуйте. У меня тут встреча с Водчиной была назначена. Считайте, что эта встреча отменилась. Да уж вижу. А, с Илюшиным работаете. Правильно понимаю? Да. Ну, чего, ребята, спасибо. Хорошо работаете. Мне с утра Илюшин звонил. Говорит, что свидетель по делу Зильберта доложные показания. Черт бы его взял. А теперь вот еще один эпизод. Ограбление, огнестрел. Все то же самое? Нет. По башке отдали. Ничего не взяли. Кроме русалки. Какой русалки? Свидетельство говорит, русалка пропала. Маленькое деревянное. Магический артефакт. Какой артефакт? Магический. Добрый день. Простите, Петухов, это вы? Да, я. Правильно говорите. Зачем это я вам понадобился? Я ищу Зинаиду Белову. А, Белова. Рыба воняет, да? Тут всюду рыба. Значит, Белову, говорите. Да, Белову. У вас есть какие-нибудь сведения о ней? Нет. Никаких сведений у меня о Беловой нет. Но если вы что-то хотите узнать, так спросите прямо у нее. Вот как. А как я могу ее найти? А что ее искать? Она на озере у Карповой на рыбхозяйстве. Это отсюда километра три за деревню. Понятно. А еще один вопросик. А давно она уже здесь? Дня два, наверное. Я к Карповой за угрями заезжал. Во вторник. Да, кажется, во вторник. Вот. У меня в своях приехал из города. Он этих угрей, подводочку уважает. Понятно. Ну, вот. Смотрю, там Белова чемодан распаковывает. Я думал, так, на выходные приехала. Там могилку матери навестить. А она говорит, нет. Вернуться решила. Что-то у них там в Москве не заладилось, не знаю. Понятно. Значит, еще раз, как мне туда проехать? А вот по дороге в сторону озера три километра. Спасибо. Ой, а что, полиция? Подозревают кого-нибудь? Нет. Они сказали только, что Олег Борисович убит и что рисалка пропала. Кошмар и ужас. Ты знаешь что? Я тебя к своей тетке отведу. Она тебе все скажет. Что скажет? Все. Подожди, а что это за тетка такая? Короче, есть у меня одна тетка экстрасенс. Предсказывает будущее и все такое. Что она тебе помогла? Конечно. Как ты думаешь, я главбухом стала? Добрый вечер. Так, давайте, помогу. Добрый вечер. Так, давайте, помогу. Благодарствую. Я уж сама управлюсь. Почитаю уж одиннадцатый год, как Сашенька мой пропал, без помощника. Живу. Я привыкшая. Ты из города? Из города. Я ищу Зинаиду Белову. А Зинаида тебе зачем? Она свидетель. Она свидетель убийства. О, убиви, говоришь. Вот она. Москва-то ваша. Зинаида! Зинаида! Тут к тебе с Москвы, с полиции. Ты где есть-то? Да. Ой, вот тут была в сарайке. Она, наверное, в это… в деревню пошла. Так ты это здесь-то… Подожди, когда она вернется. Подожди, подожди. Да подождите вы. Что за место? Зинаида? Зина! Зина! Зина, подожди. Зина. Зина, успокойся. Пустите меня! Вы же, вы же видели, как убили Зильберта. Послушайте. Я ничего не знаю. Послушайте, вы же… Пустите! Почему вы остались живы? Почему? Вы видели, как его убили. Вы не понимаете. Я не могу сказать. Они убьют меня. Кто они? Кто они? Кто они? Скажи мне, пожалуйста, кто они? Они с детства такие были. Нелюди. И рыжие, и эти двое. А мне это каждую ночь снится. Как он лежит и кровь. Я и Бога просила, чтоб он этих извергов наказал. Я не свечки за упокой ставила, а все равно, как глаза закрою, вижу. Все, успокойся. Все, успокойся. Я хотела и хотела всем рассказать, но ведь они придут со мной. Успокойся. 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 А если не скажешь, как жить? Я буду рядом. Я буду рядом. Послушай. Успокойся. Успокойся. Я рядом. Я скажу. Я не могу так. Не скажу. Успокойся. Успокойся. Завтра утром поговорим. Хорошо. Человека в Москве убили. Теть Клав. А я видела, как Кубиваль-то. И не сказала. Испугалась. Думала, я не скажу. Бог этих душегубов все равно накажет. Бог, он все видит. Во-во. И я вот так вот все плакала. Плакала. Ночами-то. Как Сашу-то своему ждала. Плакала. Ну ты пей, пей. Тут и это, мята, Мелисса. Успокойся ты. Расскажи-ка мне. Расскажи, как все это было. Да все из-за русалки этой. Будь она не ладно. Я ведь думала, врут люди. А люди-то не врут. Вот. И есть она. Александр Велимирович, хорошо, что вас застал. Целый день не мог до вас дозвониться. Да у нас целый день было совещание по распределению грантов. Да-да-да. Все понятно. Вот. Вы можете попросить, чтобы как можно быстрее все это расшифровали? А где вы его нашли? Не я, полиция. В квартире покойного отчина. Не понимаю, а как он там оказался? А вы действительно не понимаете? Простите, а зачем Олегу Борисовичу… Запирать вас в уборный, потом залез к вам в кабинет и вытащил из стола дневник. Вы знаете, все это мы выясним, когда расшифруем записи. А сейчас у меня к вам очень большая личная просьба. Но вы можете сделать так, чтобы записи больше никуда не пропали. Хорошо? Это вещдок. Я лично расписался за все это и отвечаю за это. Ну, и если что не так, то я сам себя подставлю и других людей. Конечно, я понимаю, конечно. Да, еще. У вас есть ксерокс? Ну, разумеется. Мы можем сделать копию? Естественно. Прошу прощения, а это возможно сделать сейчас? Э-э… Сейчас? Да. Ну, ах… Пойдемте. Прекрасно. Спасибо большое. Отвсем в절ь. Ах... Девушки, плеч high. Ну, 잠 искай. КОНЕЦ КОНЕЦ